Журнал Матадор, привезенный мамой из Москвы. В нем было две статьи, которые перевернули мой мир. И вот в этом журнале было интервью с Филиппом Старком. Довольно подробный рассказ о его нынешнем проекте, о его прошлых работах с фотографиями. И вот тогда меня переклинило. Мне, во-первых, очень понравилась идея о том, что все дизайнеры эгоисты, потому что они создают мир вокруг себя. Показать правильно. Все, что я делаю, ну вот моя социальная жизнь, это мастерские, это попытка создания креативного кластера. Это все для тех людей, у которых сейчас призвание не обустроено. Они выпускаются промышленными дизайнерами, к примеру, а заняться им нечем. У них нет заказчика, у них нет индустрии, у них нет учителей, которые даже просто могли бы рассказать. То есть их выпускается там какое-то количество каждый год в нашей академии. И я готовлю, ну вот создание почвы для промышленного дизайна, это такая моя миссия. Суть этого блокнота – это эскиз. Человек начинает свою деятельность с эскиза. Как только это нанесено на бумагу, оно все, приобрело материальную форму. Пока оно в голове, это просто дымка. А здесь зарисовал и уже есть, уже есть, что показывать, уже есть искать. Вот я придумал. Фиксация такая. И получается так, эскиз – это самая основная суть, начало процесса. Я начал искать слово, которое бы лучше всего выразило. Я нашел в итальянском слово, которое звучит как «начоло», и обозначает оно «виноградную косточку». «Виноградная косточка» – это также вот начало, суть идеи. И созвучие слово «начало», «начоло» – мне показалось, что очень прикольно. Надо его попробовать. И так назывался блокнот. Блокнот называется «начоло-бук». И в итоге «НБ» – это тоже про бумагу, тоже про напоминание. Это и, может быть, ноутбук расшифрованный. То есть, ну вот тоже такое многогранное, но уже попроще запомнить. Они часто пользуются словом «семья», но это шуточное выражение. Я предпочитаю это видеть как лучшие друзья. Вот лучший друг не бросит другого друга в беде, поддержит, защитит, поймет. У лучших друзей бывают конфликты, но они всегда конструктивно разрешаются. Вот сейчас команда, которые идеально понимают друг друга, которые слаженно работают, которые реально могут отпроситься на несколько дней просто потому, что самочувствуясь, ну вот не хочется, не лежит душа на работе, и все это поймут. То есть не будет вот этого «потом отработаешь на выходных». Нет, все понимают. Я предпочитаю сохранять такой менторский авторитет. То есть я помощник, настоятель. Но у нас очень русские отношения на самом деле со всеми.